МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое малом-бизнес? Бизнес, который дает надежду и реализацию мечты тысячам людей. Вспомните, в детстве мы шли в кинотеатр, смотрели какой-то фильм, картину. Он нас захватывал. Мы на следующий день приходили в школу своим одноклассникам, рассказывали, как захватила нас эта картина. Что наши друзья делали на следующий день? Они шли в кассу, покупали билет и шли на этот фильм. Что вы сделали? Вы продали информацию, только мы за это никогда не получали деньги. Мы всю жизнь занимаемся этим, и каждый из нас владеет этим в совершенстве. Вы съездили куда-то в путешествие, вы рассказываете друзьям. Если вас это путешествие захватило, оно понравилось, ваши друзья на следующий год поедут в это же путешествие. Вы купили себе автомобиль, вы рассказываете свои впечатления, если он вам нравится. Ваши друзья, глядя на вас, выбирают такой же автомобиль. В любом случае, мы все время продаем информацию, только бесплатно. В современном мире, либо ты участвуешь в какой-то сети, работаешь на кого-то, либо ты строишь свою собственную сеть. Другого не дано. В любом случае, ты одел на себя футболку, на которой здесь логотип фирмы, невольно ее продаешь. Ты купил себе автомобиль, невольно ты его продаешь. Только ты за это не получаешь деньги. В любом случае, ты участвуешь в сети. И вот что такое MLM-индустрия. Если ты сделал продажу, тебе за это заплатили деньги. Если ты хочешь стать менеджером и построить предприятие, тогда подбери 2, 3, 5 человек, таких же, которые захотят зарабатывать и делать продажи. Ты их обучил, они делают продажи, ты получаешь процент от их продаж, от их работы. Это нормальная сеть по продвижению товаров и услуг. MLM-индустрия – это естественный процесс, которым владеют все люди, занимаются с самого детства. Но американцы умудрились почти век назад поставить это на коммерческую основу. И это гениальное изобретение. Это бизнес 21 века, который уже признан в Америке, который признан у нас, внесен в реестр государственных профессий. Более того, самые известные люди в мире, они либо хорошо отзываются, пишут книги, либо лично участвуют в сетевой индустрии. Задействовано более 100 миллионов человек, которые занимаются этим профессионально. Кто-то говорит, что это стыдно. Но разве стыдно зарабатывать деньги? Разве стыдно ездить в путешествия? Разве стыдно получать образование? Разве стыдно заниматься бизнесом, за который платят деньги? Разве стыдно заниматься бизнесом, от которого довольны люди? Кто-то покупает себе жилье, кто-то приобретает бытовые товары, кто-то поправляет свое здоровье, кто-то помогает людям на пенсии заняться и зарабатывать деньги. Можно сравнить с линейным бизнесом. Для того, чтобы заниматься линейным бизнесом, нужно торговая площадь, склад, офис, содержать персонал, делать рекламу. Это все расходы, которые включаются в стоимость товара. Можно не содержать складов, можно не содержать многочисленных офисов и не тратиться на рекламу. Вот тогда эти сэкономленные деньги можно потратить как гонорар или комиссионные консультантам, которые являются ходячей рекламой. Они продвигают какой-то товар, и те деньги, которые пошли бы на рекламу, они идут в качестве гонорара конкретному консультанту или дистрибьютору, который проводит эту работу, который проводит эту продажу. Бизнесмены, которые занимаются только МЛМ-индустрией, они приезжают в какие-то города, они выступают на сцене, они делятся опытом, дают мастер-классы, но это высокодоходный оплачиваемый бизнес, который дает много свободного времени. Конечно, первый год для того, чтобы к этому прийти, нужно хорошо поработать, нужно жить в самолете, нужно приезжать, нужно подбирать людей, нужно их обучать, нужно выстроить эту сеть. В нормальной МЛМ-компании выстроена система обучения, которая показывает каждый шаг, подсказывает, как сделать. Люди, которые уже почувствовали вкус денег и вкус сетевого бизнеса, они будут работать на себя, независимо от того, где ты находишься. Человек будет работать на себя, потому что ему надо кормить свою семью, содержать своих детей, покупать жилье, он будет работать на себя. Если он будет работать на себя, ты будешь получать процент от его работы. Кто-то приходит в сетевую компанию, попробовал месяц, два, три, а, нету, денег не получилось. Но если у тебя есть воля и выдержка, вот эта вот настойчивость и терпение, по чуть-чуть каждый день, ударение не по чуть-чуть, а ударение на каждый день, на постоянство. Второе, держись лидера, того человека, который впереди тебя идет. Он уже прошел этот путь. И третье, продержись в этом ритме хотя бы год. Только через год тебе придет профессионализм, понимание, выстроится какая-то сеть, и к тебе пойдет доход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова